Армения грубо нарушает режим прекращения огня. И это произошло не только в Генже. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью телеканалу «Франц-24». Как подчеркнул глава государства, ракетный обстрел мирного населения в Генже в очередной раз демонстрирует агрессорскую политику руководства Армении. В этих условиях азербайджанская армия вынуждена наносить ответные удары, но исключительно по военным целям противника. Мы никогда не подвергаем преднамеренному обстрелу гражданских лиц в городах и селах на оккупированных территориях. Наши мишени являлись только военные установки. Наши военные цели были установлены очень внимательно, так что мы наносим удары только по целям, предоставляющим угрозу жизни наших граждан и солдат. Но, к сожалению, армяне используют тактику размещения военных установок в городах, где проживают люди, а мы должны были себя защищать. Армения нарушила прекращение огня, поэтому мы были вынуждены ответить. Президент Ильхам Алиев добавил, что Азербайджан всегда остается приверженным своим обязательствам. В соглашении, достигнутом в Москве, фактически обеспечено проведение переговоров в рамках базовых принципов. Это всегда было нашей позицией, подчеркнул Ильхам Алиев. Однако, как отметил глава государства, армянская сторона игнорирует любые ранее достигнутые договорённости. За последние два года после прихода к власти в Армении нового правительства, одно из направлений их деятельности заключалось в том, чтобы усадить за стол переговоров так называемое правительство так называемой Нагорно-Карабахской республики и таким образом изменить формат переговоров. Армянская сторона всегда пыталась нарушить процесс и применить к процессу переговоров новые подходы. Они были отклонены нами и сопредседателями Минской группы. Отвечая на вопрос журналистов раз в 24 о якобы участии иностранных военных на стороне Азербайджана, глава государства отметил, что до сегодняшнего дня не было представлено никаких доказательств, а значит, это слухи и домыслы. У нас армия, состоящая из более чем сотни тысяч бойцов. Всё, что мы делаем сегодня на поле боя, свидетельствует о том, что наша армия способна сама освободить свои земли. Армения пытается вернуть освобождённые территории, в частности, город Гадрут, но безуспешно. Советую им, я уже направил открытый месседж правительству Армении, а также армянскому народу, прекратить попытки вернуть освобождённую территорию. Это приведёт только к новым жертвам и кровопролитию. Глава государства также рассказал, что уже несколько раз обсуждал по телефону ситуацию в регионе с Эммануэлем Макроном. По его словам, последняя беседа прошла в позитивном ключе. Ильхам Алиев вновь особо подчеркнул необходимость поиска политического урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Медина Гурбанова Лела, Курбанова, Сибиси.